Много великих имен и открытий дала наша страна миру. Всем известны такие ученые, как Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев и многие другие. Благодаря их усилиям страна стала родиной выдающихся открытий и изобретений человеческой цивилизации. Неотъемлемой частью Большого Российского научного сообщества служит Институт гуманитарных исследований Корчао-Черкесии. О работе ученых Института и об истории возникновения Дня Российской науки расскажет Альбина Ламкова. Институт гуманитарных исследований при правительстве республики был основан в 1932 году. За время его существования сделано очень много. Появились достаточно значимые научные труды в области истории, этнографии, литературы и других гуманитарных наук. Благодаря проделанной работе подрастающее поколение может познавать историю, традиции всех народов, населяющих нашу республику. Это самое главное. Те знания, которые накопили наши народы, не должны оставаться на книжных полках. Они должны перейти нашим детям для чтения их и изучения. Проводилось очень много встреч со школьниками. Ученые, так и называлось это мероприятие, ученые в школу. И у нас был составлен график, и по этому графику наши ученые выступали в школе. Цель какая была? Основная цель – это немножко поговорить с детьми, чтобы им рассказать о значении науки. Чтобы дети, особенно выпускники школ, чтобы они загорелись, чтобы глазки загорелись, чтобы они захотели пойти в науку. За заслуги в области исторической и филологической науки, развитие просвещения и культуры Карачаево-Черкесской автономной области в 1982 году коллектив Института гуманитарных исследований был награжден Орденом Знак Почета, указом Президиума Верховного Совета СССР. Для ученых важно, чтобы была достойная оценка их работе, и в итоге их труд становится достоянием народа. Россия всегда славилась пытливыми умами и неугомонными исследователями. Но в ранг научных деятелей ученые-мужи были возведены только при Петре I, он же 8 февраля 1724 года издал указ о развитии науки в российском государстве, а затем по его решению была открыта Академия наук. Великий реформатор прекрасно понимал значение образования и научной мысли в развитии страны. Это праздник тех людей, которые отдали свою жизнь тому, чтобы исследовать интересующие их или общество проблемы. Это всегда очень сложно, это всегда очень самоотверженно, это не так хорошо оплачиваемо. Поэтому эти люди чаще всего люди, которые энтузиасты, люди, которыми движет интерес. Интерес людей, призванных служить науке, не угасает. Потому каждый год ведутся разработки как опытными, так и молодыми учеными. Только за предыдущий год сотрудниками Республиканского института было опубликовано 7 больших и значимых научно-исследовательских работ. Альбина Ламкова, Галина Алиева, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия.